МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Вот главные темы выпуска. Что же будет с Родиной и с нами? Международную политическую обстановку сенатор от Чувашии Константин Косачев обсудил со студентами Чувашского государственного педагогического университета. Юность в сапогах. Особенности грядущей призывной кампании обсудили на пресс-конференции в военном комиссариате. Чистота – залог здоровья. Администрация столицы Республики проверила, как убирается территория около торговых точек. После того, как Константин Косачев покинул должность депутата Госдумы от Чувашии, прошло три года. Теперь, когда он вернулся в федеральные органы законодательной власти, защищать интересы Чувашской Республики, сенатору приходится вновь изучать ситуацию в регионе. Знакомство с реальным сектором экономики началось с предприятий «Чувашкабель» и «ЧААС». В этом цехе сосредоточен полный цикл изготовления – от заготовки до конечного продукта, который отправляется к потребителю. В месяц здесь могут произвести 600 километров самонесущих изолированных проводов и 70 километров силового кабеля. Сегодня мы говорим, что кризис на ситуации. Тем не менее, мы продолжаем работать. Сегодня заказы есть. И на будущий, на апрель месяц, тоже заказы всех обеспечены. Завод по своей линии готов участвовать в программе импортозамещения и поставить отечественному потребителю то, что когда-то закупалось за рубежом. Хотя сам пользуется станками иностранного производства. Аналогов в России просто нет. В России, к сожалению, потеряно производство машинного оборудования. Это что в металлорежащих станках, это что в станках производства тканей. Это, к сожалению, и в металлообработке. Мы потеряли, к сожалению, эту отрасль, которая сейчас задача стоит в восстановлении. И правительство Российской Федерации прикладывает особые усилия именно в создании площадок по станкостроению. Для нас мы продолжаем закупать, вне зависимости от того, что существует сегодня определенное отношение, негативное отношение с европейскими странами. Мы все равно закупаем их оборудование. Экономика развивается, она не должна стоять на месте. Экономика развивается, но и позволяет нам выпускать качественную продукцию. Некоторые чувашские предприятия уже работают по программе импортозамещения. Наглядный пример – Чебоксарский электроаппаратный завод. Он обеспечивает своей продукцией работу ряда ведущих энергетических российских компаний и готов расширить географию поставок. Мы страна стабильная, с эффективным руководством, как на федеральном уровне, так и на уровне многих субъектов Российской Федерации. Я к таким субъектам, безусловно, отнесу Чувашскую республику. Здесь работает эффективное руководство. Здесь принимаются правильные, адекватные нынешнему моменту и стратегической перспективе решения. То, что Чувашия попала в первую двадцатку регионов с наиболее эффективным управлением, это решение конца прошлого года, говорит, что называется, само за себя, подтверждает, что команду, которую здесь возглавляет Михаил Васильевич Игнатьев, и правительство, и государственный совет работают слаженно, четко. Кризис всегда являлся барометром самочувствия предприятий. Для кого-то он заканчивался банкротством, для кого-то становился точкой роста. Сегодня правительство России не устраивает процентное соотношение импортных и отечественных продуктов на нашем рынке. Возможно, именно в нынешней ситуации удастся переломить пропорции. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Также Константин Косачев встретился со студентами Чувашского педагогического университета. Что ждет нашу страну и мир в будущем? Как и когда разрешится конфликт на Украине? На встрече обсудили темы, которые сейчас у всех на устах. Еще три дня назад Константин Косачев отвечал на вопросы Владимира Познера. А сегодня о международной политической обстановке и новых вызовах, с которыми столкнулась Россия, он говорил со студентами ЧГПУ. В 90-м году в США была принята очередная версия доктрины или стратегии национальной безопасности. Это основополагающий документ, который описывает амбиции американские, их видение того, как должен развиваться мир. И вот тогда, в 90-м году, американцы впервые официально в этом документе написали, что целью их политики должно быть недопущение появления в мире еще одного государства-лидера. Говорили о том, почему на Украине стал возможен такой сценарий развития событий. О Крыме, который уже год в составе Российской Федерации. У нас у всех все эти годы душа болела за Крым. Мы знаем нашу историю, мы понимаем, что там живут русские люди. Каждый раз, когда возникал вопрос Крыма в отношениях между Россией и Украиной, скажем, пребывание флота, статус русского языка, дея, работа школ, другие вопросы. Мы с изумлением смотрели, какие ошибки последовательно совершает украинское руководство, кто бы во власти не находился. Они не смогли сохранить Крым, который, еще раз повторю, достался Украине совершенно несправедливо. Пока Запад навязывает всем ценности общества потребления, Россия становится новым идеологическим лидером. Все больше людей из разных государств воспринимают нашу страну как последний форпост, который не дает миру скатиться в пропасть, считает Константин Косачев. Однако важно, чтобы туда в кризисные годы не угодила и наша экономика. Так разговор зашел о Чувашии. С декабря 2014 года вы представляете Чувашскую республику в Совете Федерации. Как вы оцениваете перспективы развития нашего региона? Главной стратегической целью для всей нашей страны должна быть ситуация, когда каждый из российских регионов, вне зависимости от доступа к природным ресурсам, там, часового или географического пояса, обретет свою самодостаточность. Когда каждый будет жить своим собственным трудом, своим собственным умом и рассчитывать на свои собственные силы. Чувашская республика на правильном пути в этом смысле. Я очень внимательно слежу за таким показателем, как доля собственных доходов в республиканском бюджете. И она постоянно прирастает. А это значит, что здесь правильно понимают задачи, которые стоят перед республикой, которые стоят перед людьми. И это уже, конечно же, заслуга руководства республики, равно как и всех жителей Чувашии. Представитель поискового отряда «Память» поинтересовался, что может сделать государство, чтобы выпускники педагогических вузов, в частности, будущие преподаватели истории, шли работать в школу. Ведь незнание истории и искажение фактов – одна из причин, по которой люди вышли на Майдан. Сенатор отметил, для того, чтобы сделать зарплату действительно привлекательной, ресурсов у государства пока не хватает. Однако, если не вложить сейчас, можно получить потерянное поколение через 10-20 лет. Так что над этим вопросом будут работать. Кстати, нередко потерянным поколением называют и нынешнюю молодежь. После общения со студентами Константин Косачев отметил, с этим категорически не согласен. Это другое поколение, и оно живет в другое время. Другие вызовы. Но на самом деле вызовы более серьезные, и от молодежи зависит гораздо больше, чем, скажем, от молодежи моего поколения. Нравится это мне или не нравится. Я сегодня в педуниверситете увидел людей совершенно точно с горящими глазами. Людей очень патриотично настроенных. Мы абсолютно точно справимся с любыми вызовами. Мы очень сильная нация. Мы очень сильный народ. Мы самодостаточная страна. И самое главное, в реализации наших национальных интересов мы никогда не забываем о том, что существуют другие национальные интересы, и что мир нужно выстраивать на принципах справедливости, на принципах равенства, на принципах уважения друг к другу. Это то, что выделяет и отличает Россию от многих других государств мира, которые сейчас претендуют на роль мировых лидеров, но которые в этих своих претензиях совершенно точно провалятся, потому что они так и не научились свои собственные национальные интересы сочетать с интересами коллективными, с интересами глобальными. И вот мы этому научились, и мы эту свою правду, это свое понимание никому не отдадим. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же состоялась рабочая встреча главы Чуваши Михаила Игнатьева и сенатора Константина Косачева. Они обсудили ряд вопросов, связанных с работой в создавшихся экономических условиях, а также перспективы развития республики. В завершении рабочего визита Константин Косачев сделал республике подарок. Книжная выставка «Экслибрис» произвела фурор среди московской публики. 180 тысяч москвичей уже приобщились к прекрасному, а совсем скоро нашумевшая экспозиция приедет в столицу Чувашии. Лучшая иностранная литература и работы лучших отечественных художников. Окунуться в культурную среду может каждый желающий. Сенатор от Чувашской республики взял на себя все обязательства по организации выставки. Кроме того, 40 библиотек республики получат новые книги абсолютно бесплатно. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с активом Красно-Читайского района. Задачи на предстоящий год остаются прежними, а вот способы их решения придется корректировать в соответствии с экономическими условиями. Экономить, но рационально. Рисковать, но обдуманно. Искать новые резервы. Именно такая тактика поможет не только удерживаться на плаву, но и двигаться вперед. Подробнее о визите Михаила Игнатьева в Красно-Читайский район завтра в программе «Республика». Сегодня председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел заседание правительственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом республики. В работе заседания приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашии. Первый вопрос – пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости Чувашской республики. Ведь именно земельный налог является одной из главных статей пополнения бюджета. Чаще всего кадастровая стоимость земельных участков пересматривалась в Чебоксарах и не всегда в пользу государства. Здесь доля земельных участков по рыночной стоимости составляет менее 1% от общего количества участков кадастровой оценки. Еще меньше в Новочебоксарске, Канаше и Шумерле. Для остальных муниципальных образований республики доля таких земельных участков не превышает 0,02%. Чтобы пресечь занижение кадастровой стоимости земельных участков арендаторами и собственниками, органам местного самоуправления и государственной власти дано поручение принимать активное участие в заседаниях комиссии и судебных процессах. По итогам комиссии органам местного самоуправления рекомендовано принять действенные меры по взысканию задолженности по арендным платежам, обеспечить направление претензий по всем договорам с просроченной задолженностью, а также исковые заявления в судебной инстанции о принудительном взыскании арендных платежей. Сегодня все большую популярность среди населения республики набирают вопросы перехода объектов капитального строительства от кадастровой стоимости к налогообложению. С начала года в комиссию уже поступило более 60 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости земельных участков. Глава администрации города Алексей Ладоков встретился с жителями Ленинского района столицы. Такие встречи с горожанами проходят регулярно в рамках проекта «Открытый город». Алексей Ладоков ответил более чем на 20 вопросов. Касались они развития микрорайонов, переселения из аварийного жилья, строительства парковок, ремонта дорог, детских пособий, проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблема безработицы, проблема новых рабочих мест, проблема заработной платы, наверное, это одна из самых главных вопросов, одна из самых главных проблем, которые сегодня интересуют жителей. В этом направлении городом, республикой, главой республики ведется постоянная работа по привлечению инвесторов. И в прошлом году нам удалось открыть несколько предприятий, создаются рабочие места, были созданы и открыты контактный центр «Нетбайнет», контактный центр «ВТБ-24», которые создадут около двух тысяч рабочих мест. Также было подписано соглашение с японской компанией «Фуджикура», которое также позволит найти работу более тысячи горожанам. В целом, две с половиной тысячи рабочих мест было создано в прошлом году. На большую часть вопросов Алексей Ладоков ответил сразу же, а некоторые потребуют дальнейшей проработки. Многие горожане смогли обратиться и с личными вопросами и просьбами. В завершении встречи сити-менеджер отметил, что и в дальнейшем работа с населением будет открытой и доступной. Такие встречи помогают городским властям оперативно решать большинство проблем. В столице республики начинаются массовые субботники. Одни из первых на уборку своих территорий вышли представители торговых предприятий и работники общепита. Как они выполняют работу по благоустройству, сегодня проверили специалисты администрации Чебоксар. В первую очередь территорию рядом с магазином необходимо очистить от снега и наледи. Идя за покупками, жители не должны испытывать каких-либо неудобств. В ближайшие дни в Чебоксарах установится теплая погода, и перед руководителями предприятий станет задача – очистить тротуары от мусора. В администрации города хотят видеть начищенные до блеска наружные витрины и благоустроенные фасады. Работы должны быть завершены в ближайшее время. Чебоксарские власти установили постоянный контроль. Большинство предпринимателей к делу относятся ответственно, отмечают в администрации. Правда, есть и проблемные адреса. У входа в некоторые кафе и магазины до сих пор не убраны сугробы. С отстающими пока ведут лишь разъяснительную работу. Если слова на них не подействуют, то в столичной администрации готовы пойти и на другие меры. Ежедневно наши сотрудники, сотрудники районных администраций, заведующие сектора у нас постоянно под контролем ведут данную тему. И они встречаются с руководителем, мы сами тоже встречаемся. Разъяснительную работу ведем и предупреждаем. Но, конечно, особо, значит, кто непослушный, значит, у нас составляется предписание. И также, конечно, значит, ну, штрафуем. Очередная авария с участием пассажирского микроавтобуса сегодня произошла в Чебоксарах. Утром на проспекте Мира столкнулись сразу три автомобиля. Очевидцами ДТП стала и наша съемочная группа. Похоже, что виновником аварии стал водитель грузового УАЗа. Поворачивая налево, он не уступил дорогу маршрутному автобусу. Но не исключено, что и маршрутка превышала скоростной режим. Он две трети дороги перегородил, я тут ждал-ждал. Ну, в общем, не было-не было. И как раз вычкостил, а тут уже маршрутка очень сильно. Ну, в общем, скорее всего, да, потому что тут и нарушат, ну, перегородил маршрутки я. Сидел на десятке, парковался здесь, ждал человека и удар почувствовал просто с левой стороны и все. Выскочил с правой стороны, как говорится. Удар был настолько сильный, что обе машины отбросило на припаркованное на обочине легковое авто. В салоне микроавтобуса сработала подушка безопасности и разбились стекла. По проезжей части был разбросан строительный мусор, который перевозил водитель УАЗа. За медицинской помощью обратилось 8 пассажиров и виновник ДТП. К счастью, обошлось без серьезных травм. Здравствуй, юность в сапогах. 1 апреля в российских регионах стартует весенний призыв. Приказ об этом был подписан накануне президентом страны Владимиром Путиным. Какие особенности у грядущей призывной кампании? Об этом сегодня рассказал журналистом военный комиссар Александр Макрушин. Подробности в следующем материале. Нынешней весной республике предстоит отобрать войска более полутора тысяч юношей. Хотя в региональном военкомате отмечают, что план призыва центральный штаб сокращает из года в год. Ставка делается не на количество солдат, а на их качество. Сейчас молодым людям предлагают выбрать пойти в армию на год или же на два. Но по контракту призывникам по-прежнему будут выдавать электронные карточки. С ней он будет проходить службу срочную. Она же после увольнения остается тоже у него. Он будет состоять на воинском учете. Он будет предназначен. И вот основной документ будет эта электронная карта, где будет его вся база данных. Армия становится другой. Теперь солдаты не дежурят на кухне и не занимаются уборкой. Особый упор делают на военную подготовку. Юноша это привлекает. Количество уклонистов в республике сократилось. Но тем, кто все же не хочет служить, скрываться от работников военкомата, становится все сложнее. Беглецы могут проявить себя при покупке билета на автовокзале, в аэропорту. И не только. Мы разыскиваем наших призывников впроду до Сахалина. У меня и такие случаи. Ведь понимаете, они же везде стоят. Хочешь ты не хочешь, но ты все равно пенсионный счет положено открыть. В любой организме. Куда бы ты ни пришел, куда отчисление должно делать. Вот мы не по этой линии их, допустим. Вот он там появился, открыл, показался, засветился. Зарегистрировался. Гоп. Здравствуйте. Идите вот сюда. Притянем вас. На уклонистов заводят уголовные дела. На них накладывают большие штрафы. На тех, кто не явился, на 30% из них мы сейчас подали документы в прокуратуру, в следственные органы для того, чтобы возбуждать против них уголовные дела. За прошедший год уже есть у нас осужденные со штрафом по 50 тысяч, по 40 тысяч. Но для тех, кто в воинские части отправляется добровольно, сейчас открываются все дороги. Чувашские призывники служат и в Севастополе, и на Дальнем Востоке. В военкомате намерены договориться и со штабом Балтийского флота. Недавно именно там одному из ракетных катеров было присвоено имя «Чувашия». Возможно, что уже в этом году туда отправятся служить и уроженцы республики. Мы сейчас хотим организовать так, чтобы на этом корабле все ребята были еще ваши. Сейчас мы с командиром части выйдем, даже вплоть до того, что, может быть, и съездим туда, посмотрим все это дело. Какие специальности, какие. Конечно, там весь состав-то не будет, потому что есть те специальности, которые у нас не готовят. Накануне старта весеннего призыва в военкомате подводят итоги прошлого года и награждают лучшие районы и комиссариаты. Осенний призыв 2014 года для Козловского района был удачным. У нас, как известно, отдел на два района. И несмотря на то, что у нас количество населения немножко меньше, чем в Урмарском, осенью нам удалось даже больше отправить призывников, чем в Урмарском районе. Ну и, соответственно, призывная комиссия работала, я считаю, на довольно-таки высоком уровне. Как таковых уклонистов у нас не было. И мы отправили в вооруженные силы Российской Федерации достойных наших парней. Ну и итоги очередного призыва в военкомате республики подведут этим летом. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями стартовала акция «Вспомним всех поименно» в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Что подготовили воспитанники и их родители, узнавала и наша съемочная группа. Радим Кожевников практически не помнит своего прадеда Николая. Но знает одно – тот был настоящим героем. Сколько бы лет не прошло с Великой Победы, интерес к той войне, к ее славной истории не угасает. Хотел узнать больше о своем прадедушке, как он воевал на войне. Сколько он получил наград и медалей. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он очень великий человек для меня. И за славу получил эту награду. Акцию подготовили к 70-летию Великой Победы. В ней принимают участие все воспитанники, родители и сотрудники центра. Уже собрано большое количество материала про участников Великой Отечественной. В течение всего года ребята будут рассказывать про своих родных героев. Итогом акции станет открытие выставки с военными фотографиями, медалями и презентациями. Дети с отличным энтузиазмом взялись. Они играют в сценах, играют в инсценированных таких постановках. А материал собирают поисковый всей семьей. В течение всего года будем знакомить ребят с историей нашей Родины. Это очень важно. В период, когда идет фальсификация истории Великой Отечественной войны, мы должны все-таки правду рассказать нашим деткам. В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет по новому сценарию. Все желающие с портретами своих родных, участников Великой Отечественной, завершат парад на Красной площади 9 мая. Эти ребята в силу своего здоровья не смогут присоединиться к шествию. Но ведь у памяти нет ни временных, ни территориальных границ. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Студентам вузов некогда передохнуть. Они с головой погружены в студенческую весну. Творческую волну подхватил и Чувашский педагогический университет. О путешествии в Египет подробнее в следующем сюжете. Что ж, это открытие студенческой весны 2015. Запускаем волну! Студенты историко-филологического факультета уже три года назад выбрали себе героев. Путешественники Гензель и Гретель каждый год отправляются в разные страны. На этот раз это Египет. По заказу они должны найти противника, ведьму, и обезвредить ее. Задачи справились быстро и успешно. Мы сегодня протанцевали в хореографических номерах. Особенно мне понравился танец мумий, который мы протанцевали, и танец египтянок. Это они самые мощные, красивые, даже по костюмам. Это до такой степени кайф. Адреналин ты от этого вообще конкурса получаешь? Выступление команды украсили массовые танцы с яркими костюмами. Студ весна историков и филологов обеспечила всем хорошее настроение. В зале не утихал смех и аплодисменты. Ну а дальше эстафету принимает факультет естественно-научного образования. На галоконцерте 22 апреля на сцене Дворца культуры имени Ухсая выступит лучшая из лучших. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня, когда бизнес старается повысить эффективность своей деятельности, настоящим требованием времени стали корпоративные сети передачи данных. Компания Мегафон предлагает своим клиентам воспользоваться сетью с повышенной отказоустойчивостью. Уже более 50 офисов Сбербанка по всей Чувашии оценили качество этой услуги оператора. Подробнее об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Резервирование корпоративной сети Сбербанка – особенный проект с индивидуальным решением. Филиальная сеть банка включает в себя не только Чебоксары и райцентры, но и отдаленные малые населенные пункты. Например, села Шоршелы и Юнга, деревни Кукшумы и Испуханы. Сложную задачу – обеспечить бесперебойную связь между отделениями – банку помогла решить компания Мегафон. Ее мобильная сеть покрывает всю территорию республики, а собственные оптоволоконные линии преодолеют любое расстояние до офиса клиента. На самом деле наша жизнь, наш бизнес и банковский бизнес, он все больше и больше уходит в сферу высоких технологий. И телекоммуникации очень важны в этом деле. То есть высокое качество связи, высокое качество передачи данных. Мы работаем с компанией Мегафон с 2004 года. Хочу отметить, что компания Мегафон очень серьезно работает над качеством своих услуг. Кроме всего прочего, мы используем услуги компании Мегафон для связи между нашими офисами. Это защищенные каналы связи хорошего качества. Протяженность волокон оптических линий связи Мегафона почти 900 километров. Мобильная сеть – одна из самых масштабных в регионе. Это дает большие возможности предоставления услуг фиксированной связи и интернет-доступа практически в любой точке региона. Почти 60% базовых станций обеспечивают мобильную связь и интернет за пределами крупных городов. Такая инфраструктура позволяет компании объединить в локальную сеть даже сильно удаленные представительства одной организации в сжатые сроки. Главной причиной выбора нас как оператора является наличие развитой проводной сети в районах Чуварской Республики. Число клиентов, которые используют нашу корпоративную мобильную связь для своих сотрудников, а также пользуются услугами аренды каналов, постоянно растет в их числе и госструктуры. Также мы предоставляем услуги проводной телефонии, доступа в интернет, а также другие решения, которые помогут развиваться бизнесу как малому, так и крупному. Такие услуги сейчас очень востребованы у бизнеса. Сервис мобильный АТС объединяет телефоны сотрудников по всем филиалам в общую сеть. Компания получает единый многоканальный номер для приема и распределения входящих звонков. Это облегчает общение с клиентами и повышает эффективность переговоров между сотрудниками. А чтобы клиенты всегда с любого телефона могли бесплатно дозвониться до нужной службы, компания Мегафон предлагает заказать запоминающийся номер, который начинается с цифр 8800. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова